Зеленский просто гнида. Ну что ж, вызов брошен. Что такое деменция или распад личности? Давайте представим себе, например, Лукашенко. Ну, хоть об один день в году. Как же органично, друзья, он изрыгает проклятие в сторону президента Украины. Зеленский просто гнида. Хотя еще недавно рассказывал, и это, кстати, как по мне, очень странная фантазия, что относится к Зеленскому как к своему ребенку. Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку относился. А теперь обвиняет его во взрывах на аэродроме под Минском. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Молчание Лукашат. Так сильно белорусский диктатор не обделывался уже давно. Однако не все так очевидно, как кажется, возможно, на первый взгляд. Ведь усатый таракан, который выдает себя за реального президента Беларуси, просто играет. Ну что ж, вызов брошен. Играет так, что даже ловит украинских диверсантов. Лицый Николай Владимирович. Дата рождения. 1993 год, 5 апреля. Гражданство. Украина. В 30 лет бывший директор белорусского колхоза время от времени возвращается к роли, скажем так, человека не самого здорового. И похоже, что сейчас именно такой момент. Зачем Лукашенко изображает из себя злого, обиженного, неадеквата? Я Александр Преподобный, и сейчас мы с вами во всем разберемся. Вообще Александр Лукашенко, он даже как человек с такой обманчивой внешностью. Вроде недоучившийся сельский фельдшер, а при этом с поистине звериным чутьем. С 1994 по 2020 он официальный, а сегодня уже самопровозглашенный бульбенфюрер. Почерк у него, кстати, всегда был самый обычный для диктатора. Это верница кровавых смертей политических оппонентов. Ну а в этом году он сам себя повысил и стал извергать из-под усов два звука. Первый – это угроза. Позавчера испытали ракету «Бук» нашему комплексу противовоздушному. Полетело куда надо и сделало все, что надо. Второй – это невнятное бормотание, которое похоже на бредни сельского дурачка, который общается, кажется, не со своим народом, а просто с Маугли. Приехали поляки и литовцы к нам, посмотрели на нашу диктатуру и говорят, мы тоже хотим. Кстати, в последнее время раздел угрозы он повесил только на пропагандистов. Сам отдел отошел. Слушай сюда, кольчатая, если хоть одну провокацию надумает ваше пшепаньство, ракеты «Полонез» и «Искандер» таможню не проходят. А чем больше его пляшивый дружок, кончину которого, я, кстати, уверен, Лукашенко ждет больше, чем какую-то посылку с Алиэкспресс, приближается к поражению, тем больше сам усатый просто невнятно бормочет под нос. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы были участниками этого процесса, мы организовывали это, мы видели, но потом от этого отказались. И вот он, взрыв на аэродроме Мочулище. Поврежден российский самолет радиолокационного наблюдения А-50. В общем, где-то 300 миллионов долларов он вроде стоит. Тот самый самолет, который помогает российским мигам наводить кинжалы на мирные города Украины. Ну, просто самая прямая военная цель могла бы быть. Но Лукашенко уже провел свое расследование и даже знает виновных. «Был подготовлен террорист. Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ, не то сбоку, не то за спиной, разрабатывают операцию против Республики Беларусь». Понятно, что на самом деле обострение, если где-то и есть, то только в голове Лукашенко. Или же в сценарии, придуманном лучшими умами белорусских спецслужб. «Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент». Еще один диагноз. Заметьте, как все же он уверен в себе и в своей власти. Ведь только такие люди специально для прессы уточняют. «Это я вам говорю как президент». Кстати, друзья, если вы тоже уверены, что Лукашенко никакой не президент, а просто временная подстилка кремлевского карлика, на канал Гроши обязательно подпишитесь, лайк этому видео поставьте, нажмите на колокольчик, в следующие выпуски тогда не пропустите, и напишите что-то в комментариях. Все, не отвлекаемся. Продолжаем. Вот тут я на самом деле полностью согласен. Совершить теракт, а на самом-то деле просто приземлить квадрокоптер на абсолютно дырявый аэродром, может только айтишник. Вообще интересно, а почему не космонавт? Далее Лукашенко выходит из роли жертвы и просто оскорбляет Зеленского. Зеленский просто гнида. Просто гнида. А завершает выступление сакраментальным... Ну что ж, вызов брошен. Во как. Можно, конечно, предположить, что белорусский фюрер до 12 ночи читал трех мушкетеров, или просто смотрел кино. Потому что вот эти пафосные реплики в стиле коварного графа Рашфора, ну, согласитесь, выдают поклонника советского кинематографа. Что же надумал Лукашенко, неизвестно. Да и думать, судя по всему, нечего и нечем. А вот здесь я не соглашусь. Есть с чем. Иначе, поверьте, 30 лет в кресле диктатора, ну, при всем не просидишь. Брошенный перед публикой гнида, якобы в сторону украинского президента, это реальная гнида в сторону Путина. Лукашенко очередной раз предает своего хозяина. И просто уходит к другому. Смена покровителя, которая произошла на этой неделе, многое объясняет. Никакого ввода белорусской армии в Украину не будет. Я, честно говоря, не удивлюсь, если Лукашенко, которого очень напрягают русские войска на его территории, просто сам организовал весь этот спектакль, чтобы очередной раз бросить пыль в глаза психу-одиночке. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. И тут, конечно, вот этот цирк с пылу-жару, задержание диверсантов, которых в КГБ Беларуси уже объявили причастными к взрывам, не работает. Швейц, Николай Владимирович. Дата рождения. 1993 год, 5 апреля. Гражданство. Украина. Какой теракт вы совершили в Республике Беларусь? Ну, подорвал самолет. Где? В Республике Беларусь. Когда? 26 февраля. Как вы это сделали? С помощью двух дронов. Кто организатор этого теракта? Я работал в СБУ. Который час вы говорите? Я работал в СБУ. Не подскажете ли, как пройти в библиотеку? Я работал в СБУ. Ну, просто душераздирающее зрелище. Какой смысл в этом видео? А вот такое, что если даже по версии Лукашенко к повреждению самолета действительно причастна Украина, никакие атаки на россиян на территории Беларуси его армию в войну не втянут. Он об этом сказал официально. Просто атакуйте на здоровье. Мы ко всему открыты. Ну и на десерт, оказывается, вообще сложилась уникальная ситуация. Сейчас сложилась уникальная ситуация. Я это вижу и интуитивно чувствую. Уникальная ситуация, когда можно положить конец этому конфликту. Какое совпадение, что Китай тоже об этом в последнее время постоянно говорит. Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Заявил новый правитель китайской провинции Беларусь, хитро усмехнувшись, конечно, себе в усы. Где-то в бункере в этот момент одному пляшевому стало очень нехорошо. Ну и это довольно логично. Когда единственный союзник втихую гробит твои самолеты и убегает лобызать перед всеми руки другого хозяина, ты можешь только бессильно сидеть и скрежетать зубками. Субтитры создавал DimaTorzok